Всем привет! Кто неровно дышит курочкам, а кто ровно дышит, тоже приветствую. Вот моя любимая курочка, которая в самом начале моей карьеры, разведения этих красавиц, очень сильно заболела. По этому поводу я даже сняла самое первое видео на ютубе. Если хотите, интересно, можете посмотреть. Так вот, из-за очень долгого отсутствия ее в стае, мои барышни постоянно ее гнобили и до сих пор щемят. И вот теперь, когда мы привезли молодежь, она очень жестоко на ней отрывается. И еще я заподозрила, что она перестала нести яйца. Не знаю, может быть, знак протеста. Я стала перед выбором. Если не несет яйца, да еще щемит сильно молодежь. Вот смотрите, вот моя молодежь. Хоть бери да в суп такую красавицу холеную, отправляй. Мне, как всегда, всех курочек жалко. Особенно это моя любимая курочка. И я решила пойти другим путем. Я решила ее наказать и посадить ее в клетку. Пусть посидит и подумает над своим поведением. А заодно проверю, несет она яйца или нет. Как только криволапку я посадила в клетку, молодежь сразу начала вся выходить на променад. Кушать, гулять, в постилке рыться. А она на нервной почве ест, как сумасшедшая, и кричит. Не зря кипиш поднимает. Чувствует, что попахивает жареным. Вот подружки пришли навестить. Кто с сочувствием, кто сожалеет, что не на ком оторваться. Ну, прям как у людей. А кто вот смеется смешно. Жаль мне, конечно, мою курочку. Но все равно надо опекеть, посмотреть, понаблюдать. И справится она или нет. После того, как посидит она в клетке. Раньше у меня птички бывали болели, там ногу поранит или еще что-то. Я просто садила в эту клетку их. И они спокойно себе, везде всяких проблем, сидели, не кричали, были спокойные. И яйца несли. А этот кипиш, конечно, поднял страшный. А тут движуха идет. Молодежь со старушками более-менее мирятся. И вообще, это, конечно, была ошибка. Совмещать молодежь со взрослыми. Все проблемы и нюансы по этому поводу я как-то вам расскажу в отдельном видео. Вместе с моей криволапкой еле до вечера дотянули. И я ее уже пожалела. И когда стемнело, посадила на насист. Рано утром, в следующий день, и что бы вы мне думали, как говорят в Одессе, она побежала нести яйца. А говорят, что курочки глупые. Видите? А нет. Какое-то серое вещество у них в голове все-таки есть. И меньше, кстати, стало обижать молодежь. И другие барышни, смотрите, к ней подтянулись. Несмотря на то, что в курятнике очень холодно и нет света. Электроэнергию дают очень редко. Одно нас только спасает, что есть большое окно в курятнике. В свое время мы его поставили. В этом нам, конечно, крупно повезло. И вот это большое благо. Не знаю, конечно, какая молодежь в этой темноте вырастет. Но будем наблюдать. Так, а тут наши пернатые труженицы стоят в очереди, сидят. В гнездах несут яйца. И посмотрите, так интересно, какое яйцо после большого перерыва снесла криволапка. Посмотрите, какое оно корявое. Странное. Дальше, в дальнейшем, уже прошло 2 недельки, она несет обычные нормальные яйца. Посмотрите, кожура, конечно, дубовая, плотная такая. И вся корявая. Вот такая история. И я всегда за то, чтобы дать шанс курочке исправиться, а не сразу отправлять ее в суп. И она не раз еще вас отблагодарит. Пришло время прощаться. Берегите себя и своих близких. И всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok